Мой доклад, скорее всего, будет продолжением доклада Азиза Дельшодовича. Как было сказано, у пациентов репродуктивного возраста имеется огромная психологическая травма. Вообще в течение жизни у каждой восьмой женщины есть риск заболеть раком молочной железы. Средний возраст пациентов составляет 61 год. Из них порядка 13% это пациенты от 20 до 44 лет. То есть женщины репродуктивного возраста. Вот взаимоотношения беременности и раком молочной железы представлю на данном слайде. То есть вначале беременность может транзиторно повышать риск развития раком молочной железы. Однако в дальнейшем играет протективную роль, которая сохраняется на протяжении нескольких лет. Ну, можно сказать, даже десятилетий. И с чем мы сталкиваемся? Что после лечения пациентов молодого возраста вначале почти у половины из них есть желание иметь ребенка. То есть они рассматривают данную возможность. Однако на практике только от 4 до 7% решается в дальнейшем забеременеть. И при этом надо отметить, что вопрос, который встает не только психологически вот эта травма у пациента, но и психологическая неподготовленность врачей, которые имеют отношение к таким пациентам. То есть это и акушер-гинекологи, и онкологи. Ну, чтобы как-то прояснить данную ситуацию, вот давайте рассмотрим, какая ситуация на сегодняшний день. Вот буквально недавно в этом году была опубликована статья Рафаэля, где он с группой соавторов изучил почти 3459 публикаций в литературе. И было отобрано 58 исследований. Из них 21 касалось раку после, то есть беременности после раннелечного рака молочной железы. И 18 исследований – это так называемая ассоциированность с беременностью рака молочной железы. И в связи с тем, что до сих пор бытует мнение, что беременность неблагоприятно влияет на клиническое течение рака молочной железы, и это обоснование является то, что высокий уровень циркулирующих гормонов может стимулировать и привести к прогрессии заболевания. На данном слайде представлены основные исследования, которые были посвящены возможности беременности после рака молочной железы. Если вы обратите внимание, ни в одном из них не приведены данные, что беременность ухудшает прогноз. Исследование международной группы по изучению рака молочной железы показало, что в основном беременность наступала на втором и третьем годе уже в периоде фоллоуапа, то есть наблюдения. И вот были отобраны пациенты, которые забеременели, всего было 137 беременностей, 89 закончились родами, был один случай мертворождения, 12 случаев выкидыша и в 33 случаях был медицинский аборт. И обратите внимание, что в 23 случаях это было рекомендовано врачом. Как правило, это был акушер-гинеколог. Ну, анализ общей выживаемости с оценкой как пятилетней, так и десятилетней выживаемости показал, что в той группе пациентов, где наступила беременность, показатели выживаемости были лучше. При этом данные были статистически достоверными. Также вот заслуживает внимания исследование Мюллера, который показал, что беременность после лечения рака молочной железы снижала риск смерти почти в два раза. И данное снижение отмечалось в большей степени у пациентов моложе 35 лет европейной расы с опухолью более 2 сантиметров. В исследовании Блейкли среди 370 женщин моложе 35 лет с диагнозом рак в анамнезе 47 забеременели после одевиантной химиотерапии. И беременность не повысила риск ретидива или смерти. В исследовании Айвиса беременность после лечения рака молочной железы также не оказала негативного влияния на выживаемость. Однако выживаемость была лучше у женщин, которые отложили беременность на 24 месяца или более после окончания лечения рака молочной железы. Также особого внимания заслуживает датское исследование, которое включает данные о 10 более чем 10 тысяч больных рака молочной железы, из которых 371 в последствии забеременели. Ну, опять-таки, только в 199 случаях беременность закончилась родами, 157 случаев это был искусственный аборт, 15 выкидыши. Ну, опять-таки, из-за возможного незнания или психологической неподготовленности как пациента, так и врача, вот почти в половине случаев выполнялся аборт. Так, как показал расчет относительного риска смерти в зависимости от беременности, во всех группах, где был факт беременности, независимо от того, чем закончился, то есть это как доношенный, искусственный аборт или выкидыш, во всех случаях этот относительный риск был ниже, чем в контрольной группе. Вот, также в 2013 году была публикация Азима, в котором он проанализировал результаты 14 крупных исследований. И было показано, что беременность после ранее леченого рака молочной железы снижает риск смерти на 41%. И вот, когорта пациентов, которая была включена, это были 333 пациента, у которых наступила беременность, и 874, которые были подобраны в группу контроля. На данном слайде приведены показатели выживаемости в зависимости от рецепторного статуса, с оценкой как безрецидивной, так и общей выживаемости. Как видно во всех графиках, лучше выживаемость в группе пациентов, у которых наступила беременность. И также они оценили срок наступления беременности ранее двух лет и после двух лет. Ну, здесь в данном случае, опять-таки, лучшие показатели в группе после двух лет. С чем можно связать вот такую ситуацию? С одной стороны, после, так скажем, этих данных, наверное, нам, онкологам, надо рекомендовать всем пациентам беременность. Но, однако, вряд ли здравомыслящий онколог будет давать такие рекомендации. Ну, в первую очередь, это связывает так называемые эффекты в здоровой матери. Впервые данный термин ввел с анкила в 1994 году. То есть, это та категория женщин, которые, можно сказать, оправились от психологической травмы, которые находятся как в психологической боли, так и в биологической лучшем состоянии. То есть, те женщины, которые после лечения, одевантного лечения рака молочной железы забеременели, то, в принципе, их потенциально можно считать излеченными пациентами. Также на доклинических моделях было показано, что высокий уровень эстрогенов после эстрогенной недостаточности индуцирует абаптос в эстроген-рецептор положительных линиях клеток рака и молочной железы. Также было выдвинуто предположение, что эмбриональный микрохимеризм может быть иммунологическим стимулятором у пациентов. То есть, попадание клеток эмбрионов в кровь матери может привести к такому эффекту. Ряд экспериментов, проведенных ранее, также продемонстрировали, что наличие эмбриональных клеток несколько снижает вероятность рака и диабета, но может нарушить и повысить риск аутоиммунных нарушений. Также имеется гипотеза экспрессии генов, что ткань молочной железы рожавших женщин имеет значительно сниженную экспрессию альфа-рецептора эстрогена, рецептора прогестерона и хердванео и повышенную экспрессию бета-рецептора эстрогена, который в два раза выше по сравнению с нерожавшими женщинами в течение 10 лет после беременности, что в целом может позитивно влиять на риск рецидива. Также не исключена систематическая ошибка выборки. С тем, что беременность возможна в этой категории пациентов, так скажем, более-менее ясно, но как же обстоят дела с плодом, то есть с ребенком, который рождается? Ну вот шведский медицинский регистр рождаемости за период 73 по 2002 год зарегистрировал 2 миллиона 870 случаев родов. Из них при этом 330 случаев было рождение у матерей, которые ранее перенесли рак молочной железы. Так вот, в принципе, осложнение во время родов встречалось чуть чаще, то есть 52 и 35 процентов, и также чуть чаще выполнялись кесарево сечение. Прошу прощения. Так, гестационный возраст в целом соответствовал, но была лучшая ситуация в группе здоровых женщин, то есть 8% случаев, 8% это были женщины, у которых был рак молочной железы в анамнезе, а в группе здоровых женщин всего лишь 4. Также обратите внимание, что шкала АПГАРа, в принципе, была даже лучше в группе пациентов, то есть у детей, которые родились, у ранее леченных женщин. Что касается возможностей грудного вскармливания, на сегодняшний день, учитывая небольшой материал, который есть, можно сделать следующий вывод, что после органосохраняющих операций обучения успешное грудное вскармливание возможно из обеих молочных желез. Хотя лактация из молочной железы, подвергшаяся лечению, бывает значительно снижена. Возвольте сделать следующие выводы, что беременность после рака молочной железы может считаться безопасным у женщин с рака молочной железы в анамнезе, а срочка беременности на 2-3 года после постановки диагноза может считаться обоснованно, так как дает возможность восстановить функцию яичников и обойти период, связанный с относительно высоким риском рецидива. И женщин с лечением рака в анамнезе следует рассматривать с точки зрения потенциального риска перинатальных осложнений и проводить тщательное наблюдение за ними. И вот в конце вот такой слайд, где представлены рекомендации СМССН и Канадской ассоциации акушер-гинекологов, и ни одна из них в принципе не рекомендует отказ от беременности. Спасибо за внимание. С точки зрения практической, тут надо подсказать, что подавляющее большинство больных рака молочной железы и в молодом возрасте подвергаются системному лечению, в частности гормонотерапии. Значит, здесь имеется как бы возможный тератогенный эффект тамоксифена. То есть ни в коем случае нельзя рекомендовать тамоксифен больным, который планирует. Ну а самое главное, что вот и в Сангалине в Вене подчеркивалось, что безотносительно высокие рецепторы эстрогенов или вообще отсутствуют, этим больным назначается супрессия авариальной функции во время химиотерапии. Вот назначение супрессии авариальной функции во время химиотерапии сохраняет функциональные возможности яичников. И уже много работ, показывающие успешную беременность даже при проведении 6-8 курсов химиотерапии, если в это время супрессия авариальной функции. Безотносительно рецепторы, даже если это не гормонозависимая опухоль, в любом случае назначается супрессия авариальной функции, если женщина планирует беременность. Да, это вот назначение золадекса в этой категории пациентов, а одна из методик сохранения фертильности. Гарик Альбертович, будьте добры, вопрос. А вот, предположим, пациентка после операции должна получать, например, 10 лет тамоксифен. Как Вы предложите совместить вот такую терапию с последующей беременностью? Например, вот эти вот рекомендуемые 2 года после завершения лечения, это после операции или после 10 лет тамоксифена? Ну, во-первых, то, что касается материала представленного, в основном это был ретроспективный материал, где пациенты в основном получали 2 года лечения тамоксифеном. И с учетом того, что в группе молодых женщин, ну, по статистически, наверное, не больше половины является пациентами с гормоночувствительной опухолью. В целом считается, что логично закончить запланированное лечение. То есть, если сейчас у нас рекомендована продолжительность 5 лет, то надо закончить. То есть, если после этого потенциал, так скажем, фертильный сохранена, то тогда уже пациентка может рассматривать. Но, к сожалению, некоторые пациенты без нашего, так скажем, мнения, без учета, если у них есть такая задача, как правило, они прервут эту гормонотерапию уже на определенном этапе, когда они приняли решение. Но в идеале лучше, чтобы пациент получил противоопухолевую терапию, как назначен врачом. Продолжение следует...